Самоправка стопы мне лично потребовалась, когда я начал бегать на роликах и хорошенько раскачал голень и бедро. И выяснилась такая проблема, что я не могу, значит, напрячь голень в полную мощность, потому что стопа, мышцы стопы не справляются с тянущими усилиями голеностопа и начинаются подвижки костей стопы между собой. Я там прыгал на роликах, гонял как мог, падал, разумеется. И это выяснилось проблемой. Почему? Потому что я сдернул себе пятку, я сдернул себе плюсневые кости и вообще ходить было больно, неприятно, я вообще не понимал, что случилось там, даже хотел на рентген сходить. А потом до меня дошло, но это я в подростковом возрасте как бы делал, анатомических знаний тогда не было, поэтому все на ощупь, вам будет легче. До меня дошло, что кости я просто раздергал, соответственно, можно попробовать их вправить и это на удивление одна из самых легких самоправок. Но если плоскость таза уже перекошена, то делать этого я не запрещаю, но это не имеет особого смысла на самом деле. Почему? Потому что при перекошенной плоскости таза тяга бедер не симметрична, тяга голени не симметрична, на стопу нагрузка скидывается. И если вы даже что-то вправите, то, скорее всего, оно обратно сместится. Но попробовать имеет смысл, смотря какой величины перекос. В составе комплекса самоправок, если вы идете путем самостоятельности, то делать стопу имеет смысл наравне с позвоночником. И, в принципе, все. Подготовка, значит, помещение без сквозняков. Сначала желательно с нормальным освещением, хотя, по идее, все делается по ощущениям. Тонкая одежда, лучше обтягивающая, широкая, будет мешать концентрироваться. Ну, значит, соответственно, штаны. Вот у меня спортивная футболка, носки, носки. Что-то среднее между желательным и обязательным. Почему? Потому что контакт по ткани все-таки более прочный, более цепкий. Хотя, вы можете, конечно, пробовать и без них. Но мне удобнее с ними было и учиться, да и сейчас поэтому буду так показывать. Стул. Никаких колесиков, широкое, твердое основание. Он подо мной не качается. Это я немножко скольжу по покрытию. Сам стул не качается. Спинка нужна, небольшая, потому что иногда, как бы, когда позу подбираешь, я буду показывать. И опереться на спинку тоже нужно. Я лично опираться не буду, но это имеет смысл. Особенно самая высокая, так удобнее. Делать буду для начала на левой ноге показывать, ну, потому что больше правой рукой. Поэтому ту ногу, которая вторая, завожу под себя, чтобы на нее была часть опоры. А ту, которую буду делать, закидываю. При этом в этой позе, ну, как видно, я поддергиваю руками, потому что иначе не получается. Фиксировать. Так, сначала куда класть? От коленной чашечки начинается сухожилие четырехглавой бедра. И там небольшое, типа, углубление на коже, потому что сухожилие занимает меньший объем, чем мышцы. Вот между, в общем, коленной чашечкой и брюшком уже мышцы бедра, вот где мышца уже началась, вот чуть-чуть перед ней. Тут есть такое место. Да, вот оно, вот как бы, само лежит. Спину стараемся держать прямой. Почему я говорил про плоскость таза? Значит, фиксировать саму ногу можно либо так, либо так, либо так. В зависимости от происходящего. Еще один хват будет вот такой, но я про него скажу. От комплекции зависит, потому что, когда я был худее, я делал вот так и вообще вот выгибал ногу. Ну, это и для пятки, и для плюсневых костей. Вот, сейчас комплекция изменилась. И, в общем, буду фиксировать так. Разобрались с позами. Начинаем всегда с пятки. Ахилловое сухожилие переходит в пяточную кость. Пяточная кость расширяется немного книзу. Вот так из рук, из руки делаем. Как это? Ласточкин хвост, по-моему, называется. Я фиксирую пятку. Закрепляю ее. И пятку для начала мне нужно толкнуть вниз. То есть, по оси голени. Если бы я стоял, то по направлению к земле. И вот для этого и нужно подбирать угол голени. Потому что просто от себя толкнуть это же туда, а мне надо туда. Соответственно, рука должна быть подсогнута, прижата к корпусу, чтобы плечелучевой сделать этот толчок. Ну и, в общем, я показываю. Смотрим. Сначала я тяну. Тяну я для того, чтобы траектории, саму себе траектории просчитать всех мышц суставов. Чтобы согласовать движение рук и чтобы сама мускулатура немножко поняла, что я от нее хочу. Потому что понимать одно, а чувствовать другое. Потянула. Теперь нужно все то же самое, но быстро. То есть, двумя руками, такие контрдвижения. Ну, с учетом, что у меня нет блокировки хруста, мы сегодня не услышим. Но делать вот примерно, как я показал. Дальше я пятку беру. Просто вот так беру. Большой палец. Большой палец я обычно кладу сюда, но хват делается вот. То есть, большим пальцем вот здесь я не фиксируюсь. Я хватаю, собственно, пяточную кость. Можно еще вот так взять. Но сложно контролировать, можете боль спровоцировать. То есть, либо так, обхватывающе, но лучше так. Вот здесь я фиксирую больше берцовую кость. С водостопы не фиксирую. И делаю такие, как яблоко ломать, так я ломаю еще туда-сюда движения. Сначала медленно, чтобы понять, что нужно. Потом, как бы, я и толкаю, и немножко встряхиваю. Но встряхивать это надо дельтами достаточно сильно. Достаточно просто, как будто, ломаешь. Но аналогично, то есть, хрустов не будет. Если вот это движение так, как я показал, не получилось, то мы тогда фиксируем свод стопы. А правую руку, что делать, я уже показал. Вот здесь даже что-то хрустнуло. Почему показывают два способа? Потому что они имеют немного разный эффект. Второй больше влияет на, как они, кленовидные кости, там, таранное. На них напрямую мы с самоправкой не воздействуем, только опосредованно. Почему? Потому что, если они вдруг смогли сместиться, что очень сложно. Либо стопа деформирована, либо произошло что-то тяжелое. В норме они просто немножко сильнее друг к другу присасываются. Ну, там такой легкий вакуум эффект сустава. В общем, с пяткой работаешь, они тоже разблокируются. Как таковых смещений там быть не может. А вот в пятке смещения очень даже могут быть. Когда пятку ставишь на место, острая боль пропадает. По плюсневым костям. То есть, я обхватываю... В общем, есть свод стопы. От свода стопы, где он начинает спускаться к пальцам. В этом месте я обхватываю, ну, соответственно, правой рукой для левой ноги. Ногу фиксирую. Могу за колено, могу за середину голени. Могу даже за, как бы, вторую от пика часть свода. Я для себя делаю последний вариант. То есть, как вот есть, вот здесь самая выступающая часть по одну руку. По одну сторону одну руку, по вторую другую. Для себя я делаю резко в контрдвижениях по типу выжимания белья. Сюда, сюда. Это позволяет мне за раз делать все четыре кости. Разблокировать, как бы, ходить становится приятнее. Но при смещениях небольших, а здесь они возможны, это не очень помогает. Поэтому можно выделять по кости. То есть, сначала первая, раз. Вторая. То есть, я пальцем их разделяю. Два. И на себя, и в сторону одновременно. Третья, ну и четвертая. Вот, даже какое-то что-то я чувствую. Соответственно, можно взять нижним хватом и сделать все то же самое. Но я, честно, с трудом представляю, какую нужно иметь комплекцию для этого. Потому что это не очень удобно и нагрузка на пальцы большая. Но, кому-то удобно. То есть, если бы я это делал прямо сейчас для себя, то выглядело бы это примерно так. В принципе, все.